приветище мы находимся на таможне а это означает что у нас сегодня контрабака полизака первый сегодняшний день оказался скучным всего один контрабандист который пытался провести боеприпасы но я его нашел так что он у меня сидит уже в тюряги и она у меня переполнена пора бы вас ребятки отсюда увезти и повезу вас не я я позвоню нужному человечку сколько он интересно запросит так мне нужен блин полицейский бобик стоит 500 долларов а ладно закажу заказанный полицейский транспорт ждет около гаража сейчас я проверю ох нифига себе да туда человек 6 в месяц а здорово значит мне можно передать ему заключенных передать он они все сели 480 не дали за заключенных я почти отбил заказ тачки и я могу ему еще контрабанду все передать вот так вот и за контрабанду еще 173 короче я в плюсе оказался на соточку ну чё чижики пыжики короче сюда еще один может сесть блин да сюда дофига народу может влезть закрываем дверки но все спасибо что прибыль а я могу твою тачку угнать не я ее не могу угнать тревога на нас напали все к оружию где 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 мой дробаш вот мой дробаш подожди еще пестик надо достать сейчас еще пестик достану все четко огонь началось откуда куда стрелять а вон оттуда бегут все ладно я тогда в обход пошел в таком случае я беру дробаш до конца атаки осталась одна минута ну ничего сейчас мы всех тут перестреляем негодяев готов готов надо смотри получать перезарядка все что можно спрятаться за деревом получено достижение снайпер вайда я красавчик получай вот так блинский в упор есть ой другой стороны а граната черт перезарядка я сюда не они не ты меня не видим получил с другой стороны мне стреляют перезарядка опять готов еще и там справа елки сколько вас тут не надо подальше отойти подальше отойти ого давай-давай-давай-давай бежим 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 вот сюда за стенку ух я весь кровищи обалдеть перезаряжай давай свою дрындалгу елки чуть кони не двинул да граната тут бы не помешала да елки-палки пестик бери есть я надеюсь что у меня там никого не подстрелили на моей базе последний остался готов чинка ух выжили прожили слава тебе господи отличная работа я вижу что вы подходите для этой работы комиссара будет доволен и 500 долларов сверху мне накинули а по такому поводу я могу апгрейдить себе домик обновляем о первая инвестиция получим достижение а следующий домик у нас будет нифига себе какой за 2000-то пойдем позыркаем на мои новенькие хоромы такие шторки теперь еще и два окна да у меня тут лухарь и жизнь начинается бутылочка водки бутылка воды возможно приемник радиоприемник ну в общем даже шкаф все вентилятор елки-палки календарик свой ну все жизнь удалась товарищ в связи с предстоящими олимпийскими играми мы как народ должны показать себя с лучшей стороны автомобили на наших дорогах должны сиять не пускайте никак никого с большим количеством неисправностей вот так то пойду почитаю сводку на сегодня чего у нас тут подготовка к олимпиаде запрещается въезд транспортных средств с более чем тремя техническими дефектами хотя ранее смотри какой был документ технический контроль однако следует помнить что плохое техническое состояние автомобиля не является основанием для отказа во въезд а теперь с олимпиады все-таки является сеть 3 технических проблемы у машины еще у нас есть вот такой вот паспорт автомобиля теперь должны предъявить каждый кто въезжает нашу страну и если там будут указаны неверные данные то мы их разворачиваем и шлем домой теперь по контрабандистам у кого вот такой вот номер останавливаем и очень хорошо досматриваем если нет зеркала хорошо досматриваем если цвет машины синий хорошо досматриваем и есть и национальность акаристан тоже хорошо досматриваем 4 контрабандиста и газет на сегодня свеженькую почитать что там к нам пришло генеральная уборка в стране полным ходом идет подготовка к олимпиаде но все понятно нечего тут читать и у нас появился еще новый инструмент это автомобильные весы проверьте не превышает ли данные транспортные средства допустимую общую массу она указана в паспорте автомобиля и в должностной инструкции не забудьте отмечать все нарушения в отчете о досмотре это самое главное окей ну чё поехали куча всяких приблуд еще появилась эх сложна наш работенка скажем днем здравствуйте здравствуйте показывайте ваши документики опа давай посмотрим максимальный вес автомобиля составляет 1 тонна 520 килограмм сейчас взвесим 1 тонна 520 килограмм легче значит на легкие едет чувачочек есть спущенное колесо по фарам все регистрационного номера нету спереди разбито окно отмечаем значит спущены шины разбито окно а вот про регистрационный номер нигде ничего не написано как мне это пометить он тут получается бампера нет и нет бампера это три технические проблемы автомобиля соответственно он уже не проедет но чё я тебе хочу сказать чувак у тебя все хорошо за исключением трех технических проблем в тачке въезд запрещен о я вижу что у этого тоже есть технические проблемы возможно не проедет крыльев нет твою мать я забыл основания там вписать именно 160 с моей зарплаты удержали у меня теперь всего 18 долларов в гармане мужик с этой олимпиады ты просто не представляешь сколько проблем такая бюрократия столько бумажек нужно заполнять адская боль ладно посмотрим что по документам значит у тебя максимальный вес тонна пятьсот восемьдесят килограмм проверим 1210 нормально регистрационный номер ник двадцать семь восемьдесят восемь ей игрек соответствует все ок по техническому состоянию зеркала нет крыла нет бампера нет крыла нет зеркала нет отмечаем ну короче их дал ты не проезжаешь теперь самое главное это все отметить правила въезда не соответствует давай досвидос ого вот этот транспорт вот это реалитет здорово спортсмен чё там у тебя по докам двойка посмотрим эти придурки из аль барака не умеет водить этот слепой идиот чуть не убил меня из-за него мне приходится тратить последние копейки на ремонт этой развалюхи ну понимаю понимаю меня тоже пару раз на дороге подрезали по номеру все ок сколько она тонн весит 5 375 максимальный 6 230 проходит здравствуйте здравствуйте уважаем пассажиры все в клетках так строго прям сейчас проверим 1 свинья 1 корова достаем планшетик и помечаем 1 2 3 4 5 куриц все есть вроде бы ну у меня как бы вроде бы нет оснований не пропускать вас поэтому вы проезжаете въезд разрешен такое изучает документы тут все прям как надо чистенько хорошо но за исключением багажа багаж еще не проверил и смотрю зеркала нет я такой вспоминаю сразу меня что-то на лодка была если нет одного зеркала то скорее всего контрабандист и такой давай-ка досматривать с пристрастием только не запасите мое сиденье да нафиг не сдался у тебя контрабанда тут так чё походу ничего нету на заднем сиденье да обычно они именно там прячут тут вроде тоже нет давай открывать багажник он у него спереди здесь чем здесь нету тоже прикинь значит шмотках по-любому шмотках это тоже убираем в двигателе ничего не спрятал блин куда же ты контрабанду мог спрятать то пойду шмотки смотреть открываем чемоданчики и ничего нет прикинь вообще пустой ну что-то же в тебе должно быть не так-то елки я нашел я нашел что у него не так смотри как выглядит азам 72 вот как эта машина выглядит у него в документах числится она а по факту у него вот какая тачка поэтому в отчете пишем что нет одного зеркала и не соответствует тип автомобиля ну чё джамал ты не проедешь у тебя ошибки паспорте автомобиля вы совершаете большую ошибку да мне вообще пофиг следующий так цвет автомобиля синий у меня есть ориентировка на такие цвета так что надо будет досматривать очень хорошо чая провожу джамала минус 280 а это дневные расходы фу обоснованный отказ 120 все нормально ой господи такая нервотрепка тут реально нервы на этой работе можно кончить здорово мужик ты приехал на загар 53 сейчас проверим загар 53 соответствует максимальный вес 4 тонны 240 килограмм проверяем 3 900 проходишь сверяем регистрационный номер yxv8 142 dn совпадает чем в багажнике везешь все там у тебя корова одна штука но и даже и вытаскивать не буду наверно одна штука и тут тоже одна штука по документам я короче тачку осмотрел вроде все чисто осталось только под капотом глянуть и все в принципе так я не понял это чё ну-ка 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 сигареты ай-яй-яй-яй-яй ах ты негодяй куда это ты садишься стоять стоять я ж тебя сейчас это застрелю если ты поедешь куда-то ты сел конец работы можете отдохнуть беглец задержан смотри хотел уехать негодяй тачку завел офигеть да да я посмотрим чего туалетной бумаги сколько пачка сигарет все это изъемаем потом можно будет с кем-нибудь поторговать вот и все вытаскиваем его с кабины нафиг ничего максимов чё с коровой будем делать давай отправляю и пастись на луга а тачку в гараж заполнил весь склад санкцион очкой но это я вот то что и сделал так что буду барыжи теперь этим всем но теперь на боковую у нас звонок меня видимо вызывает бог ты мне тут уборочка ничего себе новик ты меня приятно удивляешь алла кто там сегодня утром в гостинице под пьяным медведем был найден труп мужчины обычно такими делами занимается товарищ сорокин наши уже там сержант быков познакомит вас с деталями ага и поэтому вызывают меня с границы что за тупость сорокин етить колотить где тебя черти носят ладно раз вызвали да елки все не могу привыкнуть что она на меня открывается раз вызвали меня то поехали мне только в радость на самом деле то на моей шестерочке новенький проходится а то все таможни до таможня машины документы я кстати еще в этой части карты не был да и в принципе у этой гостинице не был так что это будет что-то новенькое жизнь приехали поговорить и с сержантом надо его еще найти от велик припаркован я тогда тоже тут встану я могу подвинуть кажется велик подвинул все тормозим выходим где там велик стоит уронил его но не страшно здесь сержанта сержант а вон он стоит drinking beer in пьяный медведь прикольное название ну здорово рассказывать чё тут товарищ как хорошо чтобы здесь тело нашел уборщик на задней стороне здания мы оцепили территорию внутри находятся шестеро подозреваемых они находились здесь момент убийства проверьте все версии и возвращайтесь ко мне никто оттуда не выйдет без вашего согласия ох ты детектива будем играть да ну ладненько допросите подозреваемых то есть их шестеро раз два три 4 5 а где еще один пойду ка еще одного поищу где шестой то а вот он ты значит на шестой ну здорово уборщик ты же его нашел да это было странно когда я попытался вынести мусор оказалось что дверь склада была заперта а ключей не было я обошел вокруг и нашел тело до этого я видел как тот покойник поссорился с мужиком в берете во время игры в карты с мужиком в берете во время игры в карты вот это да так это получается он здесь выходил правильно же а закрыта ладненько мужик в берете ты единственный у нас тут василь морин чё расскажешь когда олег выбил туза я хотел его убить эти чертовы часы хранились в моей семье из поколения в поколение может быть я сболтнул лишнего но я бы никогда не обидел этого ублюдка покорил лучше с тимуром он со вчерашнего дня какой-то странный так и кто из вас тимур ты да точно тимур корченко пацаны меня сюда силой притащили я должен был сидеть дома с больным отцом последнее время ему стало хуже этот уборщик кажется мне подозрительным он как-то странно смотрел на нас и пытался подслушать так а ты чё расскажешь вчера мы немного переборщили с алкоголем но у нас был повод олег так обрадовался этому повышению что даже хотел списать не часть долга понятия не имею кто хотел бы смерти олега понятно значит этот чувак должен был олегу этот не хотел отдавать ему часы который проиграл давай еще спросим у этого чувака у никиты чё ты расскажешь мы пришли сюда праздновать повышение олега мы работали вместе 10 лет я не верю что он мертв я верю что его убил этот негодяй сахаев он задолжал олегу крупную сумму ну и давай за барной стойкой вот с этим чуваком еще поговорим бармен все расскажешь ты вчера вечером какие-то парни из мясного магазина явились сюда чтобы пропустить пару стаканов ничего особенного пока уборщик не пришел сказать мне что он нашел позади здания он был белый как плотно но это точно как бы не уборщик это ясно обыщите тело пойду посмотрю где оно так сзади здания значит а вот и тело вот олежа наш да так я сразу вижу что там три ножевых в грудину и я нашел наручные часы видны инициалы в м я их возьму а никто же не против а ты чё скажешь по столовой захаров бедняга он лежит так уже несколько часов я думаю мы должны сначала обыскать тело затем найти орудие убийства хорошо что у тебя есть собой у фонарик о точно кстати давай-ка посветим значит следы куда-то идут вот сюда следы идут а в туалет надо в туалет заглянуть может в туалете что еще есть нет в туалете чисто значит идем по следам и куда же они по-любому нас приведут туда где закопано орудие убийства главное не упустить следы далековато он куда-то пошел слушай вглубь леса а вот тут что то что то есть нож кухонный нож скорее всего взят из кухни в гостинице ну как бы логично поговорить и с сержантом ну пойдем но прежде я хочу посмотреть вот на этого чувака василь морин а часы у нас в м до инициала то есть это его часы сто процентов и он по-любому не мог убить потому что часы были на жертве противном случае если бы это был он то он бы забрал часы но он не забрал значит это не он и так выпустим сахаева и мирона они невиновны а сахаев подожди 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 сахаев это же вот этот чувак да их мы пока что не будем отпускать петровского и бармена я думаю что да можно их отпустить товарищ нам удалось выяснить что смерть наступила около семи утра по словам уборщика наши гости вышли из здания немного раньше они не могли уйти далеко ищите следы вечеринки в саду опана пойдем тогда посмотрим чё в саду ну понятие сад конечно так себе вот кажется здесь была вечеринка да допросите подозреваемых каких каких подозреваемых то я понять не могу которое внутри что ли опять с ними поболтать товарищи подозреваемые кто тусил на улице ну в смысле в саду так а здесь где чиж а вон теперь там стоит да начнем с конца помещения уборщик когда гости переместились во двор около 6 утра они оставили ужасный беспорядок я вышел покурить и увидел одного из гостей идущего к зданию к задней части здания кажется его звали тимур ну хорошо ты чё расскажешь когда я пошел за бутылкой я увидел уборщика идущего за здание было похоже что он что-то прячет под одеждой как все запутано а ты чё расскажешь мы сидели в беседке и тут водка закончилась тимур пошел в бар за бутылкой а олегу пришлось сходить в туалет за зданием потому что тот что в баре был закрыт егор уснул а я остался один с никитой понятно утром тимур предложил переместиться во двор я с трудом добрался до беседки кажется там я отключился блин значит это не егор когда обставку когда я проснулся олега уже не было за столом но у нас еще оставалась выпивка ладно егор здесь походу ни при чем короче чё я всего этого понял уборщик говорит что никита пошел за здание правильно давай еще раз гости переместились во двор около 6 утра они оставили ужасный беспорядок из-за беспорядка напасть на олега ну не знаю я вышел покурить и увидел одного из гостей идущего к задней части здания кажется его звали тимур а что скажет сам тимур давай еще раз послушаем когда я пошел за бутылкой я увидел уборщика и идущего за здание было похоже что он что-то прячет под одеждой они друг на друга спихивают ха 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 как хитро возможно кто-то из них значит уборщика и тимура мы не отпускаем отпускаем только вот этих вот двух сержант отпускаем значит сахаева и морина нам наконец-то удалось открыть склад вы уже можете там осмотреться вот это классно пойдем посмотрим что у нас на складе так 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 о да здесь беспорядок тоже наверно надо включить ультрафиолет да ультрафиолет записка какая-то подозрительное письмо командир по вашему приказу я взял в разработку Олега Богданова и подтверждая что он связан с К наверное это С я не знаю что это КГП или КГКСР неважно стукач умер еще сегодня да здравствует свободный Акаристан Тимур он еще и подписал что это Тимур да ну нафиг арестуйте убийцу но на самом деле это тупо оставлять записку это прям какой-то убийца дилетанище дилетанище на складе мы все осмотрели поэтому идем бежим сержанту доложим хорошо что мы Тимура не отпустили да а может это все таки уборщик непонятно короче как обстановка нам наконец-то удалось открыть да это все фигня давай поговорим вначале с уборщиком ага уборщик больше мне ничего не хочет сказать Тимур а ты что скажешь в свое оправдание походу ничего ну ладно это был я но мне его не жаль это просто стукач из-за таких грязных ублюдков в тюрьме сидит моя жена и много других невинных людей это безумное правительство настраивает людей друг против друга а не предлагает гроши за чью-то голову для тех кто покориться у кровавого кулака только одно наказание ну и что будем с ним делать арестуем или замнем это дело ну заминать дело то особо нет смысла потому что у него все равно денег нет взятку он мне не даст да и как бы какое взятничество я за права судья арестуем революция уже началась вы нас не остановите ой 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 какой ты грузный то в отчании Тимур достает спрятанный в голенище нож и замахивается в вашу сторону благодаря молниеносной реакции сержанта Быкова вы не пострадали убийца с огнестрельным ранением попадает в больницу где ждет суда ого то есть вот это это я смотри какой наконец-то меня показали со стороны а самое главное что мы задержали убийцу это очень важно мы молодцы мне премию выпишут я надеюсь 800 баксов дали ну круто а я возвращаюсь на свое рабочее место я вернулся да здравствует таможня у меня там еще куча машин это капец чувак я думаю что ты уже не въедешь потому что у тебя нет бампера там куска металла нет здесь нет фары повреждены капец давай документы я тебе сейчас там все напишу и ты поедешь домой обратно я готовлюсь к этой олимпиаде всю жизнь наконец-то я могу с гордостью представлять кагастам в прыжках с шестом я уверен что документы в порядке пожалуйста пропустите меня меня ждет мой тренер а ты олимпиец блин если это правда если это правда там еще машина подъехала блин я думал вон та последняя будет ладно так подожди давай по документам все проверим по фотке ты совпадаешь Julie Zeig паспорт косячный номер паспорта уже тоже нет смысла проверять тоже косяк вес машины давай проверим ну короче я думаю что я его не пропущу то она ну все соответствует завет тачка завет сейчас я посмотрю как завет у нас выглядит возможно еще и тачка не его завет вот а нет это он но только это универсал а не седанчик какой у тебя блатной номер то nft 8234xw короче пометил что фара разбита дефекты кузова нет бампера ну и правила въезда соответственно мне пофиг что ты олимпиец у тебя по документам там жопа если бы их не было то я бы подумал насчет пропуска а погоди с ним поторговать можно стоять 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 он покупает туалетную бумагу у меня как раз есть сейчас я с ним поторгую и отправлю домой туалетная бумага вот две штучки а слушай у меня еще и сигарет оказывается есть и кофе так я сейчас ему все сбагрю короче вот держи три мешка кофе вот пачки сигарет и бумагу отлично поторговал с вами приятно иметь дело ну так еще бы но ты в любом случае не проезжаешь вес запрещен чисто заехал знаешь это купить у меня туалетной бумаги кофе и сигарет здравствуйте выходим из машинки сейчас будем вас досматривать а еще надо взвесить взвесить самое главное взвесить 1400 а у него две тонны тачку я уже сравнил все в порядке по документам тоже все ок посмотрим техническое состояние автомобиля так минуточку а что это у нас здесь где там наш топорик почему вы ко мне пристали в смысле пристали я чувствую я чувствую что там у тебя у меня кстати топор сломался я чувствую что у тебя там контрабанда ай 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 деньги ну нифига себе фальшивки привез да осматриваем еще машину уверен что что нибудь есть что у него так а у него зеркала нет смотри-ка у него нет зеркала все понятно давай залезем внутрь вот еще здесь ножик нужен а весь прикол знаешь в чем в том что у меня сейчас ножик сдохнет он у меня почти сломался все ножик сдох пойду посмотрю есть у меня там запасной ножик а то сейчас походу снабжение придется вызывать ножик ножик нет у меня есть лопата черт подери снабженцы надо вызывать 200 баксов тратим на это все дело что думал я не все найду думал что пронесет что у меня ножик сломался а не тут то было владяо как хорошо что ты приехал мне нужен ножик вот прям вот нужен у тебя тут ножей просто капец как много скальпель кухонный нож тактический нож и нож командос возьму обычный за 12 долларов хотя нет давай скальпель возьмем посмотрим может он лучше режет а лучше нож командос еще проверим потому что у меня был тактический нож до этого кстати насчет ножа не надо мне писать что он читается как командос мне нравится командос еще я у тебя куплю автомат потому что мне позволяют денежки и несколько обоим все денег нет ну ничего я к тебе приду у меня там контрабандист я сейчас на нем подниму лавандос ну чё сейчас у нас будет тест драйв ножей на твоей тачке берем скальпель и берем нож командос ух какой он мощный скальпель поехали ого как он разрезает слушай так понятно несколько ударов и мы еще не разрезали нож командос о с одного удара оставшийся все вырезал круто три фальшивки чё все я все нашел или у тебя еще есть сюрпризы ага в колесах слушай нож командос просто нереально режет его выгоднее всего покупать ну ты короче приехал мужик арестован ты но почему что за тупой вопрос тебя прям вот с поличным взяли все давай спокойной ночи я пошел контрабанду сейчас сюда выгружу вот так вот Максимов тачку на стоянку убирай площадочку вот пожалуй и все на сегодня бабки поднял пойду потрачу их на патроны надо кстати посмотреть как хоть автомат выглядит вау 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 я теперь вообще дерзкий патрике мне владял да еще чуть-чуть у меня кстати еще здесь есть винтовка она стоит две тысячи возможно когда-нибудь я ее куплю а еще я хотел гранаты но денег увы уже больше нет все отбой ух ты я в минус улетел дневные расходы у меня сожрали все мои карманные деньги ну все если понравилось то не забудь поставить лайк подписаться если ты еще не подписан и тогда мы увидимся с тобой в новом ролике так что до встречи увидимся в новом видео до сих пор стоять наш адрофнин не прожна тенна я часть гомка Продолжение следует...